Всем приветик, я сегодня такая домашняя, своих отправила в садик и на работу, Руслана в сад, мужа на работу, и сейчас вот пока что занималась домашними делами, сейчас потихоньку собираюсь, сегодня у меня такой выходной получился, и нужно будет кое-что сделать, во-первых, нужно сходить мне, точнее съездить в 24-ю поликлинику, потому что мне нужно сделать справку на работу, медицинскую справку, вчера сходила в поликлинику, взяла выписку, и у меня там получаются анализы, которым уже практически полгода, и сказали, что вроде бы если анализам не больше, чем полгода, то их не нужно будет пересдавать, конечно, я не так давно сдавала все анализы, когда у меня была операция по удалению полипа в матке, но я их сдавала в другой поликлинике, и получается в моей поликлинике нет этих анализов, они их не видят, у меня только вот есть анализы, срок годности которых истекает, ну точнее полгода, истекает 12 апреля, то есть мне нужно вот успеть, сегодня у нас 2 апреля, мне нужно успеть сделать справку, пока этим анализам не стукнуло полгода, чтобы мне не сказали их заново переделывать, и то я даже не уверена, ну оставят ли их, то есть разрешат мне их не переделывать, возможно уже начнут придираться и скажут, что все равно надо переделывать, потому что уже практически полгода, но я надеюсь, что все будет хорошо, и я довольно-таки быстро все это сделаю, вот буквально вчера я сходила, взяла выписку, и сразу же забронировала себе время в 24 поликлинике, ближайшее было сегодня на полчетвертого только, вот, так что такие вот у меня планы на сегодня, дальше, вчера заходила на Валберис, и мне сказали такую прекрасную новость, на Валберис постоянно какие-то прекрасные в кавычках нововведения, дело в том, что у них теперь какие-то новые правила, и теперь на брак товар нужно проверять именно стоя возле сотрудника Валберис, потому что если вы зашли в кабинку, и там нашли, вот, открыли, например, упаковку с обувью, и там нашли какой-то брак, или там оказалась только одна штука из пары, да, левая или правая, или, ну, любой брак вы обнаружили, который вы обнаружили в кабинке, значит, все равно вы должны эту обувь забрать, ну, то есть вообще такой бред полный, нужно вот стоя перед сотрудником, под камерой проверить все, и потом только идти уже там в кабинку примерять, то же самое, одежда, если вы примерили, нашли там какую-то дырку, стоя в кабинке, то вы все равно должны забрать эту вещь, это такой бред, я не знаю, Валберис меня просто дико раздражает, и очень жаль, что Озон как-то еще больше не развивается в Беларуси, например, сейчас они убрали из доставки обувь, там очень маленькое количество обуви, можно заказать в Сазон, всякие бренды нельзя, то есть они их не доставляют в Беларусь, потому что в Сазон лично у меня никогда никаких нет проблем с возвратами, с браком, даже вот я вам показывала, раньше я покупала туфли от Bimbo и Lola, это испанский бренд, и я их обула один раз, вот у нас как раз начались теплые дни, я их один раз обула на работу, получается я прошлась только вот с работы до дома, на метро я там проехалась, на работе я переобула сменку и назад, нет, назад даже я не шла, назад меня муж забрал на машине, поэтому ну вообще буквально там 10 минут я в них прошлась, и у них разорвалась, ну небольшая такая дырочка появилась там, где кожа крепится к подошве, я сразу же написала на Озон возврат по браку, хотя там гарантия как бы 30 дней, она у меня уже давным-давно закончилась, но я приложила все фотографии в чате, ну то есть списалась с сотрудником Озон, и мне вообще без проблем сразу же одобрили заявку на возврат, я помню с Вайдберес сколько с этими возвратами я там билась, нужно было миллион сообщений им там написать, и то не факт, что они бы ее одобрили, а сейчас с возвратами на Вайдберес, по-моему вообще просто ужас, там в колл-центр по-моему звонить, ну в общем вообще никак не хотят они эти возвраты, принимать с Озон вообще никаких проблем, вот лично у меня вот именно вот в этом плане, да, есть там другие нюансы, но именно в этом плане с возвратами никогда на Озон не бывает проблем. Вот, что еще хотела сказать, да, и на Вайдберес к этому браку очень сильно презираются, то есть буквально вы, например, примерили какую-то обувь, ну допустим вот как я, да, не примерили, а даже вот я выбирала из нескольких пар обувь ребенку, я примеряла там стельку, ну измеряла сантиметром, потом я пришла домой, уже дома мы их примерили, в тот же день я их понесла сдавать, и там же их, ну буквально это через час было, вот я забрала, и через час я уже принесла их назад сдавать, и там просто чуть ли не с лупой их проверяли, эти кроссовки, чтобы там не было никакого брака, то есть там мог быть какой-то даже производственный брак, какой-то клей торчать, если это замшевая обувь, то очень сложно с возвратами, говорят, потому что какая-то небольшая потертость на замше, но замша вообще в принципе предполагает, что на ней может быть какая-то потертость, даже вот сразу, когда вы покупаете такой материал, и говорят, что очень сложно с этими возвратами, просто какой-то ужас, не знаю, но альтернативы достойной у нас, к сожалению, нет, поэтому приходится заказывать на Вайлдберрис, просто я вас предупреждаю, что будьте внимательны, все проверяйте под камерой, очень все внимательно проверяйте, и так на Вайлдберрис постоянно очереди, а если каждый человек будет просто вот так вот стоять и просматривать возле сотрудника каждую вещь, то очереди будут еще больше. Я понимаю, что сотрудники тут ни при чем, это к ним такие требования, ну, вышестоящее руководство доносит, доводит до них такие требования, но это просто вообще полный бред. Так что вот такие вот у нас новости, кстати, еще вчера я уколола, сходила ботокс, доколола, был другой специалист, ну, и, в общем, укололи мне еще 18 единиц, в первый раз мне укололи 10 единиц, через две недели еще, как коррекция, укололи 18, практически в два раза больше. Ну, в общем, первый специалист мне тут не понравился, в этот раз была другая девушка в салоне, я у нее уже раньше колола, вот, она мне нравится, и мужчина там тоже хороший в этом салоне. А вот еще один, третий этот специалист мне не понравился, больше не буду записываться, буду всегда уточнять, какой доктор работает в тот день, когда я хочу записаться, если меня не будет устраивать, то буду записываться просто на другой день. Так что вот такие вот у нас новости, скоро будет много покупок из золотого яблока, из 21 века, 21 век я, наверное, даже сегодня заберу, потому что потихоньку начинаю закупаться к отпуску, купила там шампунь, бальзам в менятьюрках, потому что я домой покупаю всегда литровые шампуни, и там маски, и все остальное, спреи, то есть в огромных очень объемах, понятно, что в отпуск это все не очень удобно вести. Ну и на 21 веке сейчас хорошая скидка была на косметику, по промокоду весна, там 10 рублей, по-моему, что-то я заказывала от L'Oreal, там была цена 70 рублей, а по промокоду 60, ну, 10 рублей, я считаю, довольно-таки хорошая скидка. Вот, кое-что там тоже заказала, краску заказала, в общем, когда все придет, буду вам все показывать. Ну и раз я уж вам рассказывала там полностью все по операции, по гормонам, которые я сдавала, говорила, что после операции я сдала сразу же вот гормоны в первый цикл после операции, у меня там был полный каламбур, и гормоны показали очень высокий уровень, как будто я в первом триместре беременности, в общем, я сейчас пересдала. И, в принципе, тут у меня все гормоны, в общем-то, в норме, я в Хелик сдавала, да, в лаборатории. Единственное, что индекс свободных андрогенов, вот этот ИСА у меня понижен, он у меня 0,44%, а должен быть, короче, минимум 0,8%, да, 0,8% это минимум, короче, от 0,8% до 9,3% должен быть в той фазе цикла, ну, менструального, да, в которой я сдавала, у меня получился 0,44% только, то есть в два раза меньше нормы он у меня, и секс-связывающий глобулин, наномоль на литр здесь стоит, норма от 32 до 128, у меня он повышен, он у меня 157, вот, не знаю, насколько это критично, потому что с гормонами все очень сложно, я пробовала там что-то понять в интернете, почитать про них, но ничего не поняла, так что я не знаю даже, вот, учитывая, что все остальное хорошо, в норме и тестостерон, в общем, всякие эти гормоны, ФСГ, ЛГ, пролоктин, астрадиол, ТТГ, тут я еще сдавала, что еще, ДГС, сульфат, прогестерон и тестостерон свободный, вот эти все у меня в норме гормоны, но вот эти вот два индекса, они почему-то не в норме, один гораздо ниже нормы, второй гораздо выше, вот, не знаю, нужно ли с этим куда-то обращаться, к врачам, насколько это все критично, но вот такие вот результаты, пока даже, честно говоря, и времени нету, вот, еле-еле и так, в 24-ю эту вот поликлинику, ну, получилось так вот записаться, потому что вообще у меня не должен был быть сегодня выходной, я вообще думала, что, ну, смотрела по своему графику, вообще даже не понимала, когда мне выделить время, но вот так вот получилось, а тут даже не знаю, когда с цингормонами разбираться, так что вот такие вот у меня дела, если вы в этом что-то понимаете, то можете написать в комментариях, будет для меня очень полезно, хотя бы какую-то информацию, в какую сторону, так скажем, хотя бы копать и дальше. Сегодня еще порция обуви для Руслана с Wildberries, плюс первое, это босоножки, такие вот производитель байки, или как правильно, или это байк, или былыклы, нет, это, наверное, все-таки байки, ну, в общем, такие вот босоножки, они из натуральной кожи, выполненные, стоили 42 рубля, по-моему, и была скидка, потому что другие все размеры, там несколько расцветок разных, они все стоили 60 с копейками рублей, вот, ну, вот этот 35 размер, я, в принципе, померила, у Руслана запас получается 1 сантиметр, в принципе, вполне нормально, вот, как раз, может быть, летом он уже будет носить, или там в саду на сменку, или на улице, потому что сейчас у него еще есть, что носить на сменку, но уже босоножки он дорывает, вообще, в принципе, босоножки в саду очень быстро выходят из строя, очень быстро портятся, и несколько пар точно за год мы покупаем, просто потому что они расклеиваются, такой вид у них уже некрасивый получается, поэтому, в принципе, я решила, что 35 размер будет нормально, немножко с запасом, но самое то, и в прошлом видео показывала от Гек с кроссовки вам, но в итоге я их все-таки сдала, потому что Руслан их примерил, и они ему были узкие, то есть именно вот в этой части они жали, поэтому я их сдала, и заказала вот такие вот кроссовки, Puma, 62 рубля, по-моему, они стоили, так, и размер я заказала, тоже он получился с небольшим запасом, там где-то один или полтора сантиметра, 2,5, это такой вот 35 европейский написано, тоже я думаю, что нормально, как раз к сентябрю, они будут хорошо, может, даже летом, если надо будет, то обои, в общем, вот такие вот кроссовочки, такие покупочки, ну, как и обещала, показываю вам покупки из 21 века, и буду говорить, какая была скидка по промокоду весна, так, первое, это энергия, краска, тон я покупаю сейчас 11,1, я его смешиваю с 10, 50 на 50, или даже 11 беру больше, то есть, например, 20 грамм 11,1, и 10 грамм 10,13, вот, и развожу 9% окислителем, с недавних пор я начала так краситься, для того, чтобы быть немножко посветлее, краска эта стоила без скидки 16,84 руб., со скидкой 1,35 руб., получилось 15,49 руб., дальше, от Lador, это корейский бренд, довольно-таки неплохой, много всего уже пробовала от него, и многое понравилось, кое-что не понравилось, но большинство все-таки понравилось товаров, это вот такое вот масло, органовое для кончиков волос, здесь 100 мл, цена была без скидки 55,90, со скидкой 47,52, то есть, почти 9 рублей скидка, вот такое вот масло для кончиков, здесь, как я уже и сказала, 100 мл, довольно-таки неплохая цена, потому что на Wildberries, я смотрела, от других производителей, тоже органовое масло для кончиков, и если более-менее хорошие отзывы, рейтинг хороший, то, ну, примерно такая же цена за 100 мл там получалась, или даже дороже, поэтому решила попробовать, раньше я пользовалась маслом Garnier, тоже оно мне нравится, но решила вот купить что-то немножечко подороже, может быть, будет получше, потому что сейчас вот активно борюсь за свои волосы, они очень сильно выпадают, и концы у меня очень ломкие, сухие, то есть, ну, они выпадают и от корня, и просто отваливаются концы, за счет того, что они у меня раньше были порошком осветленные, еще не срастила я всю длину, которая у меня раньше была на порошке, поэтому сейчас она немножечко так пытается покинуть меня, так, и дальше, вот такое вот средство от L'Oreal, это средство 10 в 1, в том числе здесь термозащита, это такой крем для волос, 150 мл, цена без скидки была 69, 9 рублей, со скидкой 58, 58,71, вот, я покупала от L'Oreal, тоже термозащитный крем, но немножечко другой, ну, оно мне очень понравилось, то средство предыдущее, поэтому я решила тоже купить, такое вот попробовать, потому что, то у меня уже практически закончилось, надеюсь, что тоже понравится, я давно вам уже не показывала продуктовые покупки, сегодня заходила в Евроопт, немножко купила, чтобы не нести, просто у меня и так были пакеты, 21 век, еще там другой был пакет, почему, чтобы много не нести домой, в руках, немножко купила фруктов, и свои любимые салатики, вот такое вот Food & Go, это производство Евроопта, разные там у них салаты, очень вкусные, я все вкусы уже попробовала, и самый мой любимый салат, это вот такая вот говядина по-тайски, в принципе, эти салаты составляют основу моего рациона, так скажем, люблю на завтрак, или на ужин, вот такие вот салатики, цезарь тоже чаще всего можно везде найти, во всех Еврооптах, но если я вижу именно вот эту вот говядину по-тайски, я всегда беру, видите, сегодня взяла даже три упаковки, потому что частенько ее не бывает, или ее разбирают, или ее просто не готовят, но я прям очень страдаю, когда ее нет, так, этот салат стоит за каждую вот эту упаковочку, 6 рублей 99 копеек, так, дальше, что я еще купила, виноград зеленый, что-то мне уже захотелось, прям у нас тепло, и чувствуется лето, и хочется винограда, 9,99 стоит за килограмм, так, дальше яблоко Грейни, 4,89 за килограмм, груши, Вильямс, 5,99 за килограмм, вот, в общем, такие вот небольшие закупки, груши я не особо люблю, это больше Руслан у нас ест, но яблочки я люблю твердые, зеленые, с кислинкой, чтобы они были мягкие, красные яблоки вообще не люблю, вот, так что, такие вот покупки. У нас тут только что гремел гром, в начале апреля получается, да, такой немножко дождик прошел, ну, вообще, буквально пару капель упало, и все, вот, сегодня я прошла все-таки медкомиссию, не придирались к моим анализам, не сказали пересдавать, у меня, я напомню, они заканчиваются через две недели, вот, поэтому довольно-таки быстро я все прошла, единственное, мне пришлось гинеколога пройти, потому что, ну, не было у меня. Я как-то подумала, сегодня вот, собиралась идти, подумала, что вроде же гинеколог тоже нужен, но вот, ничего страшного, прошла там, пройти гинеколога стоило 10 рублей, даже меньше там, по-моему, чуть-чуть, вот, так что, вот так вот, я пришла даже раньше своего времени, на которое у меня была, ну, забронирована запись, и меня, получается, раньше моего времени пригласили в регистратуру, потому что было свободно, вообще, в принципе, не было людей, вот, я все прошла, единственное, что вот гинеколога, я посидела в очереди, ну, где-то минут 20, если бы у меня был гинеколог, вообще бы я все прошла, не знаю, за 5 минут, вот, там все очень быстро, людей не было, потому что, пару лет назад, когда я проходила медицинскую комиссию, там, по вождению, это был ужас, там, я просидела очень долго, мне кажется, несколько часов я там провела, пока этих всех врачей, по всем этим кабинетам, туда-сюда, ну, и там было очень много людей, просто вот, все везде было занято, везде, во всех коридорах были толпы людей, сегодня там буквально несколько человек было, поэтому все очень-очень быстро, не знаю, может быть, это от времени зависит, может быть, утром, там как-то побольше людей, уже там после обеда все так рассасываются, не знаю, но вот сегодня на полчетвертого я была, и можно сказать, что вообще людей не было, так что прошла медкомиссию, уже отвезла справку на работу, поэтому уже вот этот вопрос у меня закрыл. Несколько покупок с Wildberries, вам покажу, и заходила сегодня в аптеку, купила себе магний, нужно пропить курс, вот такой вот я принимаю всегда, магни-рот, здесь довольно-таки большая дозировка, 500 миллиграмм, цена одной упаковки, 24 рубля 60 копеек, в каждой упаковке по 50, и Руслану купила вот такие витамины, от Superherb, это израильский производитель, 27 рублей 80 копеек, здесь 60 таблеток, по-моему, по одной в день, да, с 4 лет по одной в день, нужно принимать, так, асфальдбористритинаин, там около 13-14 рублей он стоил, мне больше нравится именно в форме геля, мне кажется, он лучше распределяется по коже, ну и, в общем-то, меньше расход, наверное, получается, так, вот такая вот соль для ванны, она зеленого цвета, для того, чтобы окрашивать воду, так, по-моему, здесь должен быть килограмм, написано, что от 100 до 500 грамм на ванну, да, нужно использовать, вот такая вот зелененькая, и показываю вам вот такую вот красоту, смотрите, какие шикарные босоножки, это просто какое-то чудо, я вообще случайно абсолютно их нашла, искала туфли вообще, такие без каблука что-нибудь, ну такое, или на низком каблуке, и вот случайно нашла у одного продавца, зашла, такие вот босоножки, я в них сразу же, естественно, влюбилась, мне кажется, что касается вот каких-то аксессуаров или одежды, вот на чем у меня, ну точнее, к чему у меня такая вот максимальная привязанность, склонность, или как это назвать, в общем, любовь к чему у меня максимальная, это, наверное, к такой красивой, какой-то необычной обуви, очень люблю такие вот какие-то интересные вещи, именно в плане обуви, не украшения, не одежда, не там сумки, а именно обувь, вот, когда я увидела эти босоножки, конечно же, я просто не могла их не купить, тем более, что стоили они всего лишь 43 рубля, это Паула Конте, насколько я знаю, это такой российский бренд, но я вроде бы читала, что он обанкротился, не знаю, возможно, они уже возобновили свое производство, возможно, это распродаются какие-то остатки, не могу сказать точно, потому что продавались они в магазине не у такого продавца, который продает только Паула Конте, там они просто среди всей остальной обуви продавались, и, конечно же, я их купила, тем более по такой цене, это, знаете, какой размер? 38-й, хотя обычно, вообще я ношу 36-й размер, у меня 36-й размер, но продавец писал, что они маломерят на размер, и это действительно так, но это явно не 38, это будет 37-й размер, но я их все равно решила взять, потому что, во-первых, нога все равно, когда вы носите босоножки на высоком каблуке, немножко сюда съезжает вниз, поэтому здесь вот остается небольшой, вот я примеряла, остается небольшой промежуток, где-то в один сантиметр, но это абсолютно незаметно, как я искала, потому что нога съезжает вниз, это во-первых, во-вторых, летом у меня всегда отекают на жаре ноги немного, и, ну, комфортнее, когда обувь чуть-чуть велика, тогда она не жмет так сильно, вот, так что купила вот такие шикарные босоножки, кстати, там еще были такие же розовые, я их тоже заказала, и там был уже 37-й размер, то есть он, по сути, должен соответствовать 36-му, я думаю, что я их тоже заберу, вот, просто шикардос, на коробке я нигде не нашла, из чего сделаны эти босоножки, но я думаю, что это все-таки не кожа, а кожзам, больше все-таки похоже на кожзам, но я вообще такого никогда не видела, просто, вообще, это что-то, что-то просто шикарное, не знаю, очень-очень красивые босоножки, просто любовь, еще важно, чтобы, конечно, вот эта вот застежка, здесь такая вот липучка на ноге, чтобы она хорошо держалась, и не расстегивалась во время ходьбы, потому что высокий каблук, и просто будут слетать босоножки, если она будет расстегиваться на ходу, но я надеюсь, что все будет хорошо, я просто в восторге, не знаю, жду ли это тепло, потому что это какое-то чудо, пишите, это я только такая обувная маньячка, или вы тоже любите красивую, такую интересную обувь, смотрите, как они шикарно смотрятся, там на фоне музыка играет авторские права, всем приветик, доброе утро, это я вам предыдущую вставку сделала, со дня рождения крестницы моего мужа, вчера вот мы ездили, поздравляли, исполнилось ей 9 лет, и сегодня, вот у нас следующий день, воскресенье, собираюсь на работу, и также недавно забрала золотое яблоко, несколько дней у меня стояла эта коробка, мне даже не было времени ее открыть, так, и сейчас вам покажу, Симба, конечно же, как обычно, звезда ютуба, покажу, что забрала, вот, всегда такая вот хорошая упаковка, здесь все аккуратненько упаковано, наверное, я сейчас все это распакую за кадром, и потом уже будет следующее включение, где я все вам покажу, вот, в общем-то, все, что я заказала с золотого яблока в этот раз, все эти покупки для отпуска, то есть это все я буду с собой брать, первое, это шампунь Ладор, на Ладор были неплохие скидки, я сравнивала с другими сайтами, и, в общем, на золотом яблоке дешевле были все вот эти товары, которые я купила, такой вот маленький шампунь, здесь 150 миллилитров, я думаю, что двоем, нам двоим, с мужем, хватит этого шампуня, как раз на отпуск на две недели, вот, чтобы больше ничего с собой не везти, тут Симба уже шелестит этими всеми упаковками, дальше, это у нас, наверное, маска или бальзам, что это такое, восстанавливающая маска, тоже небольшая, 150 миллилитров, я тоже думаю, на две недели мне ее как раз хватит, бальзам после загара, так, что это у нас за фирма, какая-то, а, медива, 150 миллилитров также, вот такой вот бальзам, в общем, после загара на пляже, для того, чтобы успокоить кожу, увлажнить, не знаю, этот бренд, первый раз покупаю, поэтому ничего пока не могу сказать, и вот такой вот бальзам для губ, от Organic Kitchen, с SPF 30, я купила тоже, для того, чтобы взять с собой, вот, здесь такой небольшой объем, 15 миллилитров, не очень я люблю в таком формате, потому что, я не знаю, как наносить, или ватной палочкой, или пальцем надо как-то на губы наносить, я больше люблю все-таки бальзамы, именно в помаде, в форме помады, да, но вот решила попробовать такой.